Слышите, что это? Ветер дует и нашёптывает мне рыбные анекдоты. Всем хай! С вами Юджин, тот самый повелитель белук и карасей и косаток. Всех рыбных существ, что косвенно напоминают рыбу, это я повелеваю, повелевая этим. Сегодня мы с вами играем в рафт, мы с вами движемся к какому-то острову. И я читал в ваших комментариях, вы писали мне, представляете, вы советовали мне не тупить больше. Сейчас я попью и договорю свою мысль наполнить пресной водой. Итак, собственно, в чём тупёшка заключалась? Оказывается, чтобы начать видеть новые острова, нам нужно с вами нечто сделать. Какую-то вот новую штучку замутить, какой-то предмет открыть. А! Тут же меня всрала эта акула. Ну ничего, не привыкать. Даже понравилось. Слышишь, акула? Мне даже понравилось. Вот, собственно, нам не хватает какого-то нового предмета, мы должны открыть какой-то чертёж. Короче, что-то открыть. Открыть свой разум, например. Я открыл его, будьте уверены. Ох, как мы сейчас чётенько упрёмся. Просто великолепно. Прямо в бухту. Окей, давайте посмотрим, что преподнесёт нам этот остров. Возможно, нихрена. Вообще, такое ощущение, как будто я уже на нём был. И здесь нету даже никакого убежища. Никакого хранилища. Разочарование! Слышишь, Позидон? Слышу? Слышу, я вижу. Пошли вон! Пошли вон! Фу, еле спас. Конечно, ему оттяпали руку. Значит, этот остров довольно-таки ублюдским оказался. Тут ничего интересного нету. Просто ублюдский остров. Тут может спокойно поселиться король ублюдства. Его величество ублюдочный. Он будет повелевать ублюдским народом. Слышите, что это? Ветер дует и нашёптывает мне рыбные анекдоты. Первый анекдот от Мортема. Почему скелеты плохо врут? Их видно насквозь. Как я говорил, что не все анекдоты рыбные. Но хотя они настолько ложёвые, что от них попахивает. Опа, это только что был ещё один дополнительный сратый анекдот. Я вот всё пытаюсь понять, чего нам не хватает для счастья. Банка с пчёлами. Не найти такое сейчас. Я вот думаю, может быть нам нужно сделать печку. Плавильно, да. Может плавить железную руду и песок и водоросли. Вот это нам нужно плавить. Для этого нужен сухой кирпич. А из чего сухой кирпич делается? Есть мокрый кирпич. Песок и глина. Теперь мы можем сделать кирпич. Есть. Да можем кучу таких кирпичей сделать. Окей, теперь нам надо как-то этот просушить получается. Положим просто кирпич. И типа он может быть просохнет. Его можно просушить на плоту. Ну всё правильно. Нет! Нет! Где ты? Почти пырнул. Не бойся, пугало, я отомщу сейчас. Мразь, несмотря на то, что мне нужны перья, я тебе пырну. Знаете, я думаю, в принципе, больше нам ни для чего глина не будет нужна. И песок. Давайте сделаем максимум этих кирпичей. И пусть сохнут. Раз, два, три. Кстати говоря, сухой кирпич. Изучить. Плавиль не изучено. Нифига себе, сколько кирпичей сухих нужно. Шесть штук. А у меня их всего... На одного не хватает просто чуть-чуть. Пырнул. Пырнул. Ха! Куда она нырнула так? Строго на меня! Я знаю, что я сделаю. Я пырну на чайку. Есть! Подохни, мразь! Что нам за эту тварь дадут? Перо и сырой окорочок. Как она смешно упала. Смотрите, он пугало стоит, типа штурма такой. Дам туда плыть. Туда. Ой, куда я упал? Падай. Надо больше всего вот этого. Набрали дофига всего. Шторм начался. Я надолго плод свой оставил. Там, возможно, уже покусали пипец как его. И, возможно, все мои пугало уже мертвы. Какой у меня креативный, красивый плод. А, нет, слышу, жрет. Смотрите, как она постепенно все кромсает. Этот кромсает, этот маленький плод отдельный, который. Пусть делает свое грязное дело. Мне вообще не жалко. У меня сейчас другая цель. Это сделать кучу кирпичей. Окей, да, смешно звучит со стороны. Все, кирпичи выложены. Теперь можно ждать, пока они все высохнут. Чтобы играться с ними. Короче, давайте. Где якорь? Все, ты мне больше не нужен якорь. Прощай. Все, отправляемся в путь. Путь! Вперед! Нам бы, кстати, продолжать строительство вперед. Чтобы сделать больше ловушек. Вот еще одна. Блин, нужно ли нам на этот остров? А вдруг там хранилище? Да, точно нужно. Не сметь. Не сметь проплывать мимо. О! Не сметь жрать! Не сметь! Подухнешь! Есть. Быстренько оббежать его. Посмотреть налево. Посмотреть направо. Подобрать ананас. В целом, просто арбузы, ананасы. Вот. Все, что здесь есть. Кстати, быренькое пальмовое семечко. Нафиг кокос. А с этой стороны острова как много всякой вкусняшки. Ну-ка, я так смогу подобрать это? Нифига подбирается. Чувствуйте этот запах высушенного кирпича. Вот он. Кирпичик мой сушеный. Да, 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 да. Смотрите. Кажется, мы можем теперь сделать, да, плавильню. Где плавильня? Гвоздь. Есть. Изготовить. Выпало. Скользкая плавильня получилась. Из рук выпало. Плавильня. Положить доска. Давайте возьмем руду. Плавься железная руда. Это вот мы по одной. Ой, е-мое. То есть, получается, надо до хрена этих плавильней делать. Что-то я думал, это будет попроще. Я думал, сейчас мы сразу будем в промышленных масштабах все это делать. Смотрите, как только мы сделаем железный скиток, у нас такая куча рецептов откроется. А ты готов? А вот он готов. Ребята, это прогресс. Смотрите, как много. Не порть мне праздник, у меня прогресс. Не порть мой прогресс. Ну, акула. Я что-то этакое замутил, походу. Давайте еще сделаем медный слиток. Что у нас появилось? У нас есть емкость в виде бочки. В нее легко можно набрать молоко. Ведь то, что нужно нам сейчас, это молоко набрать. Я не знаю, куда в нее деть. Теперь эту бочку. В котелок можно смешивать ингредиенты и приготовить прекрасную еду. Есть ножницы. Теперь у нас отлично режут шерсть. Тут, походу, будут какие-то животные, коровы и так далее. И можно собрать грязь лопатой. Можно сделать крутой топор. Блин, мы теперь можем болты делать. А болты делаются из железного слитка. Короче, нам теперь просто тупо нужны железные слитки. Вот, кстати, медь готова. Медный слиток. Давайте его теперь изучим. Изучить. Микросхема можно теперь. И... Да, научиться. Окей. Вау. Фига, меня под воду погрузило только что. Давайте-ка еще быренько надыбаем глины. Нам нужно больше кирпичей. Вот, добыл. Как раз-таки мы сможем с вами узреть, что плод сваливает от нас. Блин. А-а-а. А у меня еда есть? Давай. А на нас, спитай. У нас плод тут сваливает. А-а-а. Быстрее. Плывем. Как вовремя я обратил внимание. Ух. Ну ты предатель, конечно. Ну ты предатель. Вот еще пачка будет покрых кирпичей. Как минимум еще одну плавильню мы точно сделаем. А-а-а. Собственно, давайте делать всего по чуть-чуть. Можем делать болт. Только болт мы и можем. Давайте прервемся, ведь рыбный анекдот. Угадай, кто рассказывает анекдот. Что делает рыба-маляр при опасности? Клеит ласты. Атака посреди ночи. Не позволю. Думал, я сплю. Вот так, восстановим плод. Потому что не хочу, чтобы мой друг пострадал. Он не должен упасть в воду. Это моя миссия. Мы должны сделать микросхему. И делать из медного слитка. У меня один есть. А, нужен еще один. И сок лианы. Вот это самая проблема. Может быть, сок лианы добывается с помощью какого-то инструмента, который у меня уже есть. Например, ножницы. Лопата. Нет. Ну, нам в любом случае надо все это делать. Давайте сделаем. Теперь у нас есть крюк получше и топор покруче. Остров. Я вижу тебя. Держать курс на остров. Во, кирпичи, наконец-то. Плавильня изготовлена. Вот. Ага. Мы уперлись. Мы можем сделать пока что из того, что есть, всего лишь батарейку. Так, давайте. Батарейка готова. Мы можем ее изучить. И мы всрали ее только что. Но, возможно, она того стоила. Давайте еще одно сделаем. Давайте скрафтим ножницы. Нам нужен шарнир. Нам нужен слиток и два хлама. Слиток и хлам. Изготовлено. Это, походу, только для шерсти. Чайка, иди сюда. Мы проверим, много ли у тебя шерсти. Улетела. Молодец какая. Сообразила, когда жопу пытается обрить ей. О-о-о. Хо-хо-хо-хо. Интересно. Охренеть. Добыли всякого. До сих пор непонятно, как добыть сок лианы. Ой-ой-ой, ей надо бдить. Мой плод. Фух, на месте. Ну-ка, честно, мы прыгнем. О-оп. Вкоцались. Представляете? Я даже не подумал бы. Смотрите, можно положить в плавильную водоросли и сделать клей. Вот откуда получается клей. Вот Евгений молодец. До всего допер, все сам понял. Сам. Градилище номер три. Есть. А теперь достало время бэдэджмента ресурсов. Бэдэджмент. Главное, чтобы звучало эпично. Во, смотрите, в какую жижу это все превратилось. Сок лианы есть. Изучись. Изучено. Изучено? Осталось только медный слиток, который у меня один еще нужен быть. А пока ждем. Давайте добывать. Пошел, якорь. Давай, давай, давай. По склону. По склону, как горный козел. Вот от страха и куда угодно заберешься. Итак. Ресурсы. Ох, с этим крюком мы быстро справимся. Вы этого не видели, но я добыл целую кучу прекрасных, отличных ресурсов. Которых у вас нету. Потому что вы не крутой выживальщик, как я. Так, еще раз. Нам нужно два медных слитка. И сок лианы, которых у нас целых четыре. Сейчас медный слиток сделается, их целых два сделается. И у нас будет некий прогресс. Какой-то там эдакий прогресс. Что-то напоминающее прогресс. Попить, налить, поставить, греть, положить доска. Взять пресную воду, напиться, налить соленый, поставить, греться. Не забываем про рутину. Это очень важно. Ведь рутина составляет практически 90% вашей жизни. И если вы не приведете рутины в порядок, вам пипец. Опа, медный слиток готов. Теперь мы можем сделать микросхему. Микросхема готова. Ее можно изучить? О, ну ладно. Хорошо, это необходимо. Чтобы сделать радиоприемник. Чтобы сделать, что это? Спринклер. Я подумал, что душевая просто лейка. И, конечно же, антенна. Блин, мы тут что будем? Радиостанцию строить? Радиостанция, это прям интересно. Придется каждый остров посещать. Потому что нам нужны... Нужна глина и песок. Очень редкая фигня. Но, кстати, есть лопата, которой можно собрать грязь. А это многого стоит. Давайте сделаем эту лопату. Я даже не знаю, как это будет работать. Но сейчас увидим. Швартуйся. Швартуйся. Кстати, есть же еще супер якорь. Ага, шарнир один. Веревка. И нужна древесина. Нужна древесина. Ее просто дохрена. Все, у нас теперь есть постоянный якорь. Который... Это просто охренеть. Я не ожидал, если честно, вот такого масштаба. Вот. Ты будешь ответственный за якорь. А, даже так. Вот так будет стоять. Ладно. Просто охренеть установка. Окундись в эту дыду. Как его поставить? Якорь. Я... Ой. Мама. А, вот все. Бросить якорь. Пойдемте добывать. Вот лопата. Какая навстратая. Ой. Ой. Ой, сейчас паду. Тихо. Не падать. Не падать. Не падать. Здесь она не работает. Блин, а где она должна работать-то? Может быть на песке? Жалкое зрелище. Блин, куда тебя воткнуть лопата? Мы видим акулу? Вон она. Она забила болт. Байте добывать. Она не забила. Она. Ой, она на меня... Ух. Или успел. А, микросхема часть вторая. А где первая? Вот. Радиоприемник. Две микросхемы есть. Пластик. И шарнир нужен. О, посмотрите. А у нас оказывается пластика нет. Но зато есть картошка. Вау. Смотрите. Картошечка растет. Погодите. Вот песок. Может быть его лопатой можно прям в больших количествах взять? Нет. Кстати, очень прикольный пляж. Тут полно песка. Пачка мокрых кирпичей. Ах. Выбалил просто. Идите к своим друзьям. Которые, кстати, уже высохли. О, значит, смотрите. Мы теперь можем изготовить антенну. И она готова. Она используется приемником. А приемник у нас пока не готов. Давайте просто поставим антенну вот сюда. Чтобы лежать вот здесь. На гамаке лежать. И слушать радио. Прекрасно. Осталось только с приемником разобраться. Это вообще фигня. Микросхема. У нас их две уже было. Насколько я помню. Насколько я помню. Куда делась вторая? Мы куда-то ее просрали. Ее просто нет. Окей. Так скажешь. Короче, надо пластика и медных слитков. Микросхема. Готово. Приемник. Осталось тут только пластика. Пластик у меня есть. Медуза проплыла. Окей. У нас готовы сухие кирпичи. А значит, плавильня номер три. Готово. Готово, короче. Готово к тому, чтобы родиться из небытия. Вот. Еще недавно я был магнатом пластиковым. Вот. Другое дело. Ресы пошли в нашу сторону. А то есть бочка большая, маленькая. Слушайте, ну вроде все. Ну вот прям совсем... Да. Есть. Наконец-таки приемник. Который будет стоять... Так, у нас вот антенна. Соответственно, здесь приемник стоит. Какая странная хрень. Что, сменить число? Сменить число. Погодите, батарейка. Требуется батарейка. Ставься. Включить. Добавлена что, новая заметка? Радиовышка. Плод твой дом. Окей. Мир пропал. Ты не... Стоп. Ничего не понимаю. Нету заметки никакой. Не могу ничего сделать. Ладно. Плод твой дом. Если плод сломано... Окей. Тролля-ля. Если у тебя есть эти... Если дизайна с сигналами, если что-то издает сигнал, значит она еще не утонула. Ты не первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. Мир пропал, но остались истории. Собери как можно больше. Ради бога. Настерегайся акул Окей, радиосигналы Нужна большая частота Или большая Нужна большая высота Или большая В смысле большая высота Как? Я вот вижу пульт Стоп, давайте попробуем убрать Эту антенну, походу, она мешается Вот сюда я поставил Увеличить число Все, прекрасно Я уже испугался Число увеличено Не работает Слушайте, а может быть нужно 3 антенны Потому что я вижу тут 1, 2, 3 Неужели надо 3 антенны делать? Это возможно очень надолго затянется Так, нужна микросхема Чтобы сделать Нужно В принципе у нас есть сок лиана Еще нужно 2 медных слитка Которые у нас есть Нужно просто сок лиана еще забабахать Просто сок лианы На Фигачися Слушай, столько резов добывается этими ловушками Вообще офигеть Микросхема, изготовить Антенна Нужен хлам и болт Болт есть Осталось хлам Ну окей, мы сделали только одну антенну А нам-то надо еще И вот в этом кроется очень большая проблема Какой интересный остров Ну-ка повернуть И последний анекдот на сегодня Рыбный Самый рыбный анекдот в мире Пишет Ханарион Я очень любил камень Но выбросил его в реку Жаль, что я к нему привязался Вот с последнего прям выпадаешь Подплываем к очень прикольному острову на вид Опустите, я говорю Ну-ка давайте посмотрим Вот вторая антенна Смотрите, хоп Включаем Нужна большая Дай бог Они заставят меня Нет, мы же не можем строить Где-то еще Кроме как на плоту Наконец-таки у нас есть Копье второго левела Мощное И убивающий акул Как забраться-то на этот остров Как-то Как-то вот здесь Есть Десять хранилища Ну-ка Охрененно Куча досок и хлама Ой, нет Нет Все, вышел Кое-как Опа, акула напала Сейчас проверим копье Так Смотрите, сразу вся в шрамах Сразу тысячи шрамов я оставил Ну все У нас готова антенна номер три Ставься Я тебя прошу Просто Ой, нет, стоп Простите Нужна большая высота Большая высота Точно Я понял, что игра от меня хочет Пришло время строить второй этаж Так, я что-то не понимаю Ну как Как делать-то Нет Слышу Боль Все В сроку Кольну Кольну Окей, давайте попробуем побольше поставить Вот этих вот штук Спасибо Я упал А Ну получил Ну-ка Собра Сволочь Собрать Ты мой собрать Так, акула перестала двигаться А вот плод начал В общем, чтобы нам попробовать поставить второй этаж Нам нужно еще кучу хлама добыть Видимо Чтобы сделать Вот эти вот Вот эти столбы Они, видимо, очень нужны Мне почему-то так кажется Чтобы строить второй этаж Поэтому сейчас Я думаю Пора Убить эту Чайку Есть Получила Тварь В общем, я думаю На этом мы с вами, друзья Остановимся Огромное всем спасибо Что смотрели Если вам понравилось То обязательно Шлепните тысячи лайков Пишите Ваши прикольные комментарии Подписывайтесь на канал Ступайте Во все мои соцсети Они все будут в описании Вот прям в описании Разворачивайте Смотрите В шоке Как-то много всего интересного С вами Ютина И всем Пять